Привет, мобильные геймеры! С вами Фликеры, в девятом асфальте вовсю уже идет событие Гранд Прикс на Кёнингсек Джеско или Еско, как его еще можно назвать. Но, к сожалению, скорее всего здесь я пролечу, потому что нахожусь на 17-й позиции, а мне нужно занять либо первую, либо вторую позицию, чтобы забрать ключ. Далее, к сожалению, нам не дают никаких шансов получить этот ключ, потому что я сейчас нахожусь в третьем уровне, и здесь только за первую и вторую позицию вам гарантирован ключ. Далее только премиум наборы, но, к сожалению, я нахожусь на 17-й позиции. Я, конечно, сейчас постараюсь показать лучшее время, но вряд ли это у меня получится, потому что вы знаете, как я гоняю. Кстати, у нас тут со злым Жекой и с Олегом был стрим, как у меня на канале, так и у Жеки. Все полезные ссылки для вас оставлю в описании под этим видео, но сейчас мы приступим к самой гонке, глянем, где мы тут будем гонять. Итак, Шанхай прямо в небо, 2181 метр, короче, 2 километра нужно побить время 36 секунд, поскольку я помню. В первую очередь буду этим как раз и заниматься. Блин, тач-драйв включен, спалился фликер. Так, ну погнали, посмотрим, что из этого у меня получится. Это пока у меня пробный. Что-то я, думаю, неправильно все сейчас здесь делаю. На Еско или на Джеско надо, конечно, уметь гонять. Тачка, в принципе, хороша. Сейчас я, скорее всего, буду один из первых, кто займет первую позицию, но потом я скачусь, вот увидите. Короче, я открыл 10 наборов на Джеско как раз. Я его буду называть Джеско. Еско как-то, ну, не очень звучит. Мне больше нравится Джеско. Более так брутально, что ли. Итак, мы забрали наборчики 20 тысяч кредитов. Из набора нам 5 тысяч всего выпало. Ну, смотрите, за 36 секунд при даже моем вождении можно уложиться. У меня сейчас 34 чертежа. Если я добуду еще немного чертежей и прокачаю до 3 звезд, плюс улучшу все характеристики на эти его 3 звезды, то, может быть, есть вероятность хотя бы несколько наборов с вероятностью выпадения ключа получить. Посмотрим, короче, что получится. Давайте еще раз прокатимся. Блин, я не посмотрел, что нужно сделать, чтобы самую первую там награду получить. Ну, у меня сейчас, в принципе, 2 дня на все это добро. Кстати, открылся еще один эпизод в пропуске легенды. Там новые задания у нас. Давайте прокатимся. После, наверное, перейдем к эпизоду и посмотрим, какие там задания нужно выполнять. Вот сейчас я лучше проехал, но, на самом деле, если постараться, можно улучшить результат. В принципе, неплохо. Давайте попробуем одну попыточку потратить все-таки в гоночке. 34 с копейками, короче. У меня время сейчас лучшее было. Попробую его побить в 34 ровно уложиться. Посмотрим, удастся это мне или нет. Даже в дрифте, кстати, я что заметил, Еска тоже, в принципе, эх, вот сейчас косячна. Нет, он в дрифте нифига не набирает. Только если, наверное, разгонимся. Эх, нет, не очень, не очень дела сейчас обстоят у меня. Эх, пропустил еще и нитрушки. Ну ладно, фиг с ним. Пусть у меня будет сейчас плохое время. 36, 400 вообще. Еще хуже, чем в предыдущий раз проехал. Но сейчас я все равно первую позицию занимаю. Но так, по рангу я нахожусь на седьмом месте. Если мы зайдем в призы, за седьмое место я получу 8 наборов, в котором есть минимальный шанс того, что мне выпадет этот ключ. Я, конечно, очень хочу получить. На самом деле, я не прошел второй отборочный и не особо запаривался по этому Гранд Приксу. И пришлось мне 750 жетонов все-таки потратить, чтобы попасть в финальные раунды. Ладно, переходим мы к пропуску легенды и посмотрим, какие задания здесь есть. Я уже некоторые начал выполнять. Вот эти вот выполни нокдауны с разворота. Это выполнено было сейчас. Мне нужно выполнить нокдауны в потоке. Еще один, и я получу 428 очков. Это очень хорошо. Давайте попробуем все-таки эти нокдауны в потоке сделать. Мне всего лишь один нужно сделать. Как я их сделал, без понятия. Я просто на самом деле гонял. Итак, выполни нокдауны на Ламборгини. 10 из 25 у меня уже выполнено. Уничтожь объекты. Далее тут займи первое место. Побей время в 35 секунд на трассе натиск Мэйдзи. Вовчик тут пишет. Мы, кстати, скоро планируем провести стрим по мобильной ДБД. Натиск Мэйдзи я тоже, наверное, чуть позже пройду. Кстати, насколько я понял, вот эти задания периодически меняются. Потому что, например, есть у нас вот такое вот задание. Выполни нокдауны с разворота за одну гонку в событии впечатления от Ламборгини. Эта ежедневная акция скоро закончится. Скорее всего, на место нее упадет какое-то другое задание. Если, допустим, вы его не выполнили. А может быть, и так и будет висеть. Кто его знает. Итак, давайте выполним нокдаун в потоке. Прокатимся на Ламборгини. И, наверное, это сделаем в сетевой игре. По ежедневным событиям здесь ничего нового, в принципе, нету. Думаю, совсем скоро, после того, как выйдет новое специальное событие на Ламборгини Сайен или Циан, кто как его называет, я уже начну монтажить гайд для новичков. Ну, а сейчас мы отправляемся в сетевую гоночку. Прокатимся, кстати. Можно же здесь вот на Авинтадоре Джей прокатиться. Видел критику в комментариях. Я прекрасно понимаю, что на это страшно смотреть, как я езжу. Но на стримах я чаще всего вообще не стараюсь гонять. Да и к тому же у нас достаточно живое общение. И ты слушаешь собеседника своего. И тебе нужно участвовать в беседе. Поэтому на стриме я очень плохо гонял. Я так даже на роликах не гоняю. Ну ладно, у нас тут Гималайи. Все тачки, как вы уже заметили, Ламборгини Джей. Даже несмотря на то, что это сетка, я постараюсь сделать нокдауны в потоке. Ну и плюс совсем скоро уже эта сетка ограниченная закончится. Так. Едем аккуратненько. Все мы разгоняемся. Давай. Ох, закрутились мы с тобой. А, здесь призраки я совсем забыл. Какой нокдаун в потоке я здесь делаю? Никакой. Здесь только можно будет всякие объекты расфигачивать. Так они меня обогнали. У них, видать, ранг повыше, чем у меня. Да и ездят они, видимо, получше, чем я. Так. Челики. Че такие быстрые? Упс. Спалился с Forza Street. Ставил специально для того, чтобы отснять материал для новостного. Если вы не видели свежий новостной апрельский, к сожалению, выпуск, посмотрите его в подсказках. Я вас специально оставлю. Давай, давай, давай. Первое место. Отлично. Сколько мне очков дадут? 20. А почему второй? Я же первым приехал. Видимо, глюк какой-то у сетки. Ладно. Так и быть. С Джеско у меня, скорее всего, будет все грустно. Кстати, по специальной акции на Венена, она уже завтра закончится, и начнется, скорее всего, новая акция. Здесь я нахожусь. Опачки. В топ-50%. Надо улучшать свой результат. Так. Минута 14 надо, короче, побить. Давайте постараемся проехать получше. Хотелось бы мне просто эту эпическую деталь забрать, да и побольше жетончиков. Сейчас будем стараться проехать более аккуратно. И здесь у нас, как вы уже заметили, просто тупо на время. Венена мне, в принципе, нравится. Как по управлению, так и по нитро. По набору скорости тоже, в принципе, неплохо. Эх, вот надо было нитро мне все-таки использовать в воздухе. 50% трека уже пройдено. Ох, чуть не врезался. Так, 50 секунд уже. Ох, не знаю, что из этого получится. Но пока что-то ничего хорошего не получается. Мне кажется, я еще хуже сейчас проеду. Давай, накрышечку набираем. Не, однозначно хуже проеду. 16 секунд, офигеть. Есть те, кто улучшает свое время, а я его ухудшаю. Ну ладно, я, по крайней мере, еще какие-то объекты разбил. Буду, короче, задротить в этой акции. Что ж, давайте вот здесь мы прокатимся и попробуем как раз нитро в потоке сделать. Сейчас моя ламба Astereo выглядит вот так вот. Красопеточка прям. Поменяем сейчас еще шина, чтобы прям все замечательно выглядело. Вы уже, наверное, заметили передний бампер, задний бампер вы сейчас увидите и, естественно, боковые юбки уже стоят максимально крутые, которые у нее имеются в тюнинге. в тюнинге. Так. Давайте сейчас попробуем сделать нитро в потоке, только мне надо вот так вот сделать сначала. Обгоните меня кто-нибудь. Опа. Не знаю, было это нитро в потоке или нет. Давайте еще сделаем. нет, наверное, уже не получится. Ну, нокдауны, по крайней мере, тоже можно собрать. Стоямба, мужичамба! Нокдауны тоже будем собирать. Здесь, конечно, еще в идеале уложиться в минуту 0.8, чтобы забрать все наборы. Опа. есть, удалось. Стоять, мужик! Наверное, я не успею. Да, я не успею. Ну, ладно, не все наборы мы соберем, но большую часть точно. Итак, выполнилось у меня задание там или нет? Ну-ка, показывай давай. Фигу, ничего не выполнилось. Короче, это был нокдаун не в потоке. Давайте еще разок попробуем. Может быть, конечно, они имеют в виду в потоке, это типа слипстрим, но я думаю, геймлофт так бы, наверное, и написали. Стоять, мужики! Погнали! Поедем сверху в этот раз. О, здесь столько этих оказывается. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ух ты ش, собака. Вот. Раз. Допустим. Ну. получилось у меня в потоке или не получилось у меня в потоке ухты чуть не врезался блин мужик стоять либо мы должны нитроволну одновременно включить тогда чувак вообще не хочется обгонять ладно посмотрим удалось у меня выполнить это задание или нет и так набор мы получили понятно спец монеты получили понятно нифига не выполняется если вы знаете что геймлофт имела в виду в потоке может быть в потоке машин когда слева и справа и спереди у вас соперники может быть в этом моменте надо нокдаун какой-то сделать короче пишите об этом в комментариях к сожалению с джеска мне скорее всего не повезет и я не смогу забрать ключ этой тачки очень надеюсь потому что влил на эту тачку уже 1650 жетонов это очень много я считаю и всего кстати из 10 наборов которые имеются в магазине за 90 жетонов я получил только 6 очень рассчитывал на то что выпадет 15 но фигу это бывает безумно редко что ж на этом все подключайтесь к нашим стримом с джек и олегом ссылки на их каналы я оставлю в описании ну и конечно залетайте к рубану у него тоже много полезного контента как по восьмому так и по девятому асфальту а на этом все с вами был flicker всем пока